тема данной лекции это архитектура микропроцессора на самом деле очень важно понимать архитектуру микропроцессора для того чтобы разобраться в том как работают операционные системы вот на предыдущей лекции мы рассматривали виртуальную память и благодаря тому что в микропроцессоре есть специальный memory mapping unit мы можем создавать вот это виртуальную память то есть отображать конкретный адрес в процессе на линейное адресное пространство а потом это линейное адресное пространство отображать на физическое постранично управлять свойствами этих самых страниц управлять защитой информации обеспечивать в общем много чего можем только от благодаря вот это memory mapping unit ну и естественно там интерпретация различных комбинаций битов в регистрах микропроцессора то чтобы в этом но более подробно разобраться нужно посмотреть как встроен сам микропроцессор все вычислительные архитектуры условно разделяется вот на четыре типа она называется самая простая single instruction single data то есть процесс вычислений что такое вот есть вычислительное устройство processing unit мы на этот вычислительное устройство подаем поток данных и поток инструкций то есть поток инструкции это то что мы будем делать над этими данными информация и процессе юнит он занимается тем что интерпретирует команды из инструкций и манипулирует данными так вот если у нас в вычислительном машине до вычислительном устройстве находится всего один одно вычислительное вычислительное устройство обычно его сейчас называют ядром вычислительным да будем его дальше так называть то такая конструкция называется assist single instruction single data одна инструкция один поток инструкции один поток данных другой вариант рассмотрим вот который находится снизу от предыдущего это single instruction money data здесь присутствует несколько потоков данных вот но обрабатываются они одновременно одной инструкцией что это к этому к этой архитектуре в частности относятся различные матричные процессе системы типичная задача этого класса это например реализовать интерпретацию входного потока видео изображений на конкретное двумерное изображение которое мы показываем пользователя то есть каждому потоку мы можем сообщить какую-то часть изображения и какая-то каждый из каждый из ядер у нас занимается тем что интерпретирует свою часть изображения следующий следующий архитектура это мы не instruction single day на данном на данной картинке представлен самый скажем абстрактный и реально не существующий вариант и что значит что мы один и тот же поток данных то есть вот стрелка у нас ходит в первое ядро и во второе ядро то же самое то что же самое данное но обрабатываются они разными инструкциями то есть как нужно так писать программу чтобы мы могли пополнять такие операции что потом с полученными данными делать одно есть разные варианты частных случаев от этого в манистре single day то например мы можем данные подавать 1 первое ядро потом брать из него полученный результат подавать во второе ядро при этом выполнять разные инструкции вот данном случае у нас получается архитектура которая называется обработка очереди данных и вообще говоря такая архитектура в смысле очереди она реализована микропроцессорах начиная с серии 486 pentium ну и последняя самая общая общего вида архитектура many instruction many data то есть какой-то кусок данных подается на конкретное ядро и для него персонально подается инструкция на исполнение по сути говоря это просто размноженный вариант single instruction single data но единственное что тут добавляется это то что входной поток предварительно нужно разбить на составляющие ну и соответственно программу обработки и алгоритм обработки мы должны тоже представить таким образом чтобы отдельные инструкции или параллельные блоки могли исполняться на разных ядрах и автоматически это сделать можно в случае если мы прием один поток инструкции и каждую инструкцию отдельно распараллеливаем так сказать вот то что это на самом деле происходит внутри ядра микропроцессора intel например и одновременно здесь значит мы должны каким-то образом делить эти данные то есть мы можем автоматически сделать построение параллельных схем вычисления некоторые процедуры только на уровне инструкции вот если же мы занимаемся крупно-блочным распараллеливанием да так сказать слово распараллеливание это некорректно лучше говорить о построении параллельной схемы программ то нам нужно либо то есть в большинстве случаев это делается вручную то есть программисты непосредственно пишут отдельные программы для каждого ядра и создается отдельная процедура которая делит весь поток данных на под системой на отдельные части и потом эти части передаются в отдельные юниты причем сама передача тоже это отдельная задача вот а есть микропроцессорные архитектуры которые поддерживают так называемые влив команды сейчас я их здесь найду very long instruction word очень длинная машина команда то есть одна инструкция содержит в себе несколько инструкций выполняющих параллельно то есть компилятор должен обладать таким свойством что из программы строить программный код но вот этих инструкциях то есть но вообще сама задача построения параллельных схем автоматически на уровне крупноплочного распараллеливания да это задача фактически искусства искусственного интеллекта то есть разработать программу которая анализирует другие программы и строит параллельную схему ее исполнения то есть это фундаментальная проблема как организовать числительный процесс на конкретной микропроцессорной архитектуре современные микропроцессоры берем скажем intel до за основу представляет собой многоядерные конструкции то есть на одном чипе да у нас находится несколько ядерного тут взята за основу куакуат архитектура есть четыре вычислительных ядра работающих независимо друг от друга по архитектуре мы не строк чем они дали то и единственное что у них архитектурно более 10 специализирован это то что они все ядра обращаются к слепку оперативной памяти которая называется кэш уровень 2 кэш левел 2 то есть кэш второго уровня то есть информация из оперативной памяти сначала попадает в кэш второго уровня потом уже расходится по отдельным ядрам на кэш первого уровня значит и у каждого ядра есть соответственно свой поток инструкций и свой поток данных исполняющиеся независимо есть суп архитектуры еще то есть мы например можем на одной материнской плате установить несколько микропроцессоров они будут взаимодействовать через специальные устройства управления доступом памяти memory controllers то есть своим вот этим уровнем 2 кэша с этим кэшом второго уровня уже работают ядра но фактически это у нас масштабирование вот этой архитектуры на одну материнскую плату может быть так что есть отдельные интеллские архитектуры где ядра сцеплены по две штуки на один кэш есть еще кэш третьего уровня то есть вот как этот поток входных входной поток данных фото в одной поток инструкции разбивается зависит от архитектуры микропроцессора если под микроскопом посмотреть микропроцессор кое-кват то вот можно увидеть такую картину что мы здесь видим но тут отдельные ядра вы видите что по своему виду они даже одинаково полностью вот есть отдельное устройство которое занимается обеспечением работы в очереди ну то есть очередь команд или очередь данных вот это конструкция это система управления памятью можно посчитать количество блоков тут их на скорее всего тридцать две штуки но по одному питу вот эта часть самая дорогая на микро процессоре это кэш третьего уровня то есть а статическая память в виде триггеров и важно чтобы она именно была максимально корректно выполнена микрочип но если кто не в курсе как изготавливается микрочип то есть берется монокристалл кремния на этом монокристалле начинает выращивать специальные элементы то есть резисторы делаются путем от окисления части два кристалла просто берем мы строим оксид кремния транзисторы делаются путем ионной имплантации если кому интересно можно потом отдельно посмотреть как микро процессор устроен на уровне пластинки вот и есть сверху крепится алюминиевые или там медные провода она обычно это алюминиевый дешевле есть специальные выводные площадки которым уже крепится проводники из золота и вот эти проводники золота к ножкам микросхемы подводят уже электричество ну вот помимо ядер значит очереди кэша третьего уровня у нас еще присутствует весь система управления шиной пися экспресс вот и часть которая занимается за на решением задачи ввода вывода для медленных устройств чем отличается кое-кват и вот например intel архитекта класса ай отличается они в основном только тем как значит взаимодействует ядра с этим кэшом третьего уровня также в сам микропроцессор добавлены еще дополнительной конструкции в частности управление памятью до работает это на частотах на 20-30 процентов выше поэтому производительность у них уже сама по себе выше на 30 процентов то есть при том же той же скажем реализации вот но тут еще добавляется на чип добавляется графический процессор у нас еще одновременно реализуется графическая подсистема процессорного блока ну и также есть тут разделяемый кэш третьего уровня и вот вывод естественно что рисунок с википедии и мы будем вот достаточно продробно сейчас рассматривать что это архитектура одного ядра intel quad система в ай она не очень сильно поменялась там может добавили чем дополнительный декодер или еще что то вот собственно как это все работает поток инструкции но вы знаете да у нас неймановская архитектура то есть физической логической и так далее памяти инструкции и вырабатываемая информация данные хранятся оперативной памяти одного и того же класса это первый тезис и второй тезис это то что в принципе в таких архитектурах есть единое адресное пространство процесса и вот какие-то части этого адресного пространства отданы сегменту кода где инструкции находятся где-то сегмент данных сейчас напомню опять эту картинку вот структура процесса то есть ну некоторый нулевой блок памяти на текст это где программа содержится дэйта данные это неинциализированные данные куча который растет в сторону в сторону больших адресов стек который растет в сторону меньших адресов и здесь вот верхней части памяти но это 32-битый вариант взят находится ядро операционной системы вот то есть для интерпретации внутри для того чтобы этот процесс выполнялся да из сегмента текста у нас организуется поток инструкции и сегмента данных из сегмента кода попадают вот в этот вот 32 килобайтовый кэш так данные попадают значит 32 байтовый кэш данных у них свои собственные есть таблицы вот эти тел беда в этих таблицах содержится информация место расположения и страницу физической памяти то есть данные вот в эти кэши грузятся страницами из кэша второго уровня в кэш второго уровня данные грузится из оперативной памяти тоже кусками делается это для чего самое главное чем зачем нужны эти кэши конечно нужны для того чтобы организовать выполнение вашей программе быстро и большинство программ скомпилированы мы не берем там пайтон еще что-то берем то что написано на си номер паскале там си плюс плюс раз ты там подобных языках когда программисты пишут то как правило это но некоторые процессы выполняющиеся например оперативной памяти ком-то одном направлении но например мы хотим обнулить массив да то есть мы двигаемся от нулевого индекса до какого-нибудь там тысячного массив машинах литлэнди он размещается наш каким образом то есть элемент с минимальным индексом находится по адресу имеющим минимальное значение двигаясь по массиву концу массива мы двигаемся в сторону увеличения адресов вот если вдруг массив не умещается в 32 килобайтовые эту страницу да то что делает микропроцессор он выкидывает уже обработанную информацию в оперативной памяти через memory контроллер но сначала в кэш 2 уровня естественно выбрасывать и потом загружает страницу следующим куском вашего массива так вот микропроцессор взаимодействует с дамат проданы же говорили да с кэшом 2 уровня очень быстро и он реализован начисто ты запись в эти кэши делается на скоростях самого микропроцессора то есть это гигабайты в секунду до то есть у нас процессор скажем на частоте 3 гигагерца работает то вот с этой частотой мы можем там 32 лишь 4 бита за один такт положить этот самый кэш вот а так как программы вот они имеют определенные свойства до своем процессе исполнения этого кэша в принципе достаточно чтобы отображая постепенно структуры из кэша 2 уровня из оперативной памяти мы могли бы и достаточно быстро исполнять вот тут еще не сказал да тот самый момент что вот взаимодействие вот по этой стрелке она в несколько раз медленнее чем взаимодействует по этой стрелке и тем более вот по этим стрелкам тут правда нет обратной связи а нет есть вот она обратная связь то есть это арифметикологическое устройство то есть вычислители там этого часть номер числа складывает там еще что-то делать берем из памяти число выполнил выполняем операцию сложения опять помещаем число в этот самый кэш все это все делать на чистоте процессора вот это позволяет нам в принципе достаточно эффективно выполнять нашу программу если бы мы например арифметикологическое устройство взаимодействовали с оперативной памяти то большую часть времени процессор занимался тем чтобы ожидал окончания процесса взаимодействия с оперативной памяти ну ладно значит это в общем вот у нас есть поток инструкций они хранятся инструкции в кэше в своем кэше инструкции есть своя таблица TLB в этой таблице хранится информация о том когда какая страница была последний раз использована то есть чем дальше по времени находится использование страницы тем вероятнее она будет выгружена в кэш второго уровня ну или будет использована для того чтобы то есть эта часть памяти будет использована для каких-то новых данных получаемых с кэша второго уровня значит есть специальная конструкция которая занимается тем что создает порядок получения этих инструкций из этого кэша значит есть чтобы инструкции выполнить да еще такое инструкция давайте посмотрим какой-нибудь файл возьмем сейчас и дизэсэмплируем ну вот я выполнил команду общий дамп на файле который true называется самый маленький файл в линуксе он возвращает истинное значение в операционную систему вот на сегмент кода в нем присутствуют инструкции инструкции кодируются вот такими вот наборами битва да фактически вот что мы тут видим на 55 это push rbp 53 это push rbx потом от 48 81 яйца 88 и тогда то есть вот виде нас есть поток байтов да вот моего последовательно передаем внутрь системы декодирования то есть первым делом нам нужно понять общий счет из-за инструкции комбинации битов какие-то там внутри они как раз формируют понимание того что должен выполнять микропроцессор но кстати вот посмотрите да вот 55 это push rbp и rbx это 53 то есть где-то у них здесь общие есть позиции битовые и какие-то битовые позиции используются для кодирования варианта регистра которому туда же забрасываем вот значит есть у нас при декодирующий буфер специально да он позволяет получать 6 инструкций то есть поток из 6 инструкций видео эти инструкции эти шесть инструкции они могут быть параллельно одновременно декодируемыми и видите тут есть бог такой символ деколера значит декодирование представляет собой что это представление инструкции виде набора микро программ и что тоже можно обратить внимание что при загрузке операционной системы операционная система как правило занимается тем что на первом этапе она перепрошивает микропроцессор intel то есть новые микропрограммы загружается в него то есть таким образом можно исправлять ошибки некоторые в дизайне микропроцессоров вот значит нас есть четыре декодера вот три построены на том что декодирует очень простые инструкции над типа push декодируемые в одну микрооперацию один комплексный декодер он занимается тем что более сложные команды например реп или мувсв есть такая команда сложная они декодируются на на большее количество инструкций микро инструкций это буфер входной потока уже микро инструкций задача вот этих вот блоков здесь заключается в том чтобы преобразовать вот этот входной поток микро инструкции в эти сетевой граф микро инструкции выполняющиеся по требованию что такое сетевой граф вот пример сетевого графа то есть это однонаправленный граф так и просто направленный граф у него есть один вход один выход этот граф взят из какой-то статьи по организации производства вот в нашем микро процессе каждый узел здесь это микро программа и вот она может выполниться в том случае если все входящие данные уже были получены входящие данные могут получаться в результате выполнения других микро программ данные внутри данные внутри вот этого буфера содержится в специальных внутренних регистрах вот для того чтобы эти данные на вход подать изначально до графа нам необходимо их привязать к регистром микропроцессора тем регистром которые видят исполняемая программа ну то есть пользовательский процесс там или ядро системы вот этим занимается вот этой установкой локации регистр и таблица лишь после выполнения вычислений до маленько не то после выполнения вычислений до на какой-то какой-то момент времени нам эти данные нужно выгрузить ну например у нас микропрограмма закончилась для конкретной инструкции после нее мы получили некоторые данные его теперь нужно поместить в выходной регистр ну то есть там в xbx цx передать обратно ну там в оперативную память там еще куда-то вот этим занимается это ремент регистр файл программ висе был стоит то есть в этот момент как раз появляется значение в регистрах это раз во вторых нам нужно разрушить ту часть от этого сетевого графа который мы уже исполнили больше нам не понадобится вот процессе выполнения команд так этого графа мы можем выполнять параллельно четыре микрооперации микрооперации подаются вот вот этот блок но это в целом арифметикологическое устройство состоит она из нескольких портов так называемых от порт 1 порт 0 порт 1 и порт 5 это арифметикологические устройства то есть например взять какой-то регистр отсюда до с каким-то значением или два регистра и просуммировать их результат значит поместить опять какие-то там регистры что первые два протона то есть порт 0 и порт 1 это чисто арифметикологическое устройство вот алу выполняющие многие элементарные операции с с е шаффл алу и тому подобные вещи это тот самый матричное расширение микро процессора позволяющие реализовывать на нашем интелском микропроцессоре вычисление вот этого класса то есть от регистры с с е ммкс на вот первые появились не как раз позволяет делать параллельную матричную обработку информации то же самое второй порт то есть для в процессе вычисления просто под конкретную операцию выделяется там первый порт или второй порт можно выделить пятый порт 5 занимается тем что выполняет операции по переходу ну и также с с е значит порт 3 4 и 2 до занимается тем что берет данные из кэша оперативной памяти данных и помещает их в регистры ну вот интел относится к архитектуре это называется циск комплекс инстракшн сет компьютер значит циск например в себе содержит такие команды как сейчас найдем кого-нибудь представителя этой команды ну вот самая такая забавная команда в интел это ле лот эффектив адрес то есть он в x помещает значение из ячейки памяти с регистром с адресом в регистре аэро и пи плюс вот это число то есть первым делом нужно к нему прибавить это число потом обратиться к памяти а нет это я соврал лево кстати вот нам немного мозги пудрит то есть в x мы помещаем r и пи плюс 2 f0 да это какой-то адрес относительно текущей позиции какой-то константы так вот чтобы ее выполнить видите нужно несколько операций сделать вот это эти самые операции то есть микро операции то есть мы сначала сначала там мы должны были регистру прибавить выполнить операцию суммирование потом выполнить операцию загрузки на вам из-за оперативной памяти не грузим долг можно было в принципе аналогично теперь если операция прибавить единицу каком-то адресу какую-то и чеки оперативной памяти нам сначала нужно загрузить потом в промежуточный регистр 10 выполнейть операции сложения и потом произвести операцию записи. То есть вот те самые микро инструкции. Ну и в конце концов мы изменяем вот эту кэшируемую память программ данных и она потом через кэштора уровня и устройство управления памяти попадает уже в оперативную память компьютера. Зачем все это нужно изучать? Вопрос возникает. А это нужно для того, чтобы правильно писать программу эффективно. То есть, например, если вы решаете комбинаторные задачи и, например, встроить полный граф или на основе полного графа, например, производить какие-то операции в оперативной памяти, то вот способ обхода этого графа и помещения вершин этого графа в оперативной памяти будет очень сильно влиять на то, как с какой скоростью будет выполняться ваша программа. То есть, если вы случайным образом, например, берете значения из разных углов этого графа, то кэш данных у вас будет, вообще говоря, постоянно меняться и очень много будет времени тратиться на взаимодействие с оперативной памятью. Аналогичная проблема возникает, когда реализуется, например, сервер с виртуальными машинами. То есть, если у вас на операционной системе запущен один процесс, то с точки зрения эффективности использования памяти, особенно если этот процесс, например, представляет собой скомпилированную программу, обрабатывающую массивы данных там в одном направлении, то такая программа будет максимально быстро выполняться, потому что страницы вот этого кэша будут достаточно детерминированно меняться и все данные, которые вот в кэше были загружены, они будут одновременно обрабатываться. То есть, не нужно будет грузить какие-то другие страницы. Вот, если же вы виртуальную машину используете, то у вас уже получается накладные расходы, во-первых, на запуск виртуальной машины, поддержание ее в функциональном состоянии, и это первое. Второе, переключение контекстов процесса, контекстов исполнения виртуальных машин, вот, будет постоянно менять состояние вот этого микропроцессора. То есть, кэш в этом случае выполняется, используется минимально продуктивно, но при этом понятно, что если вы, например, объединяете на одном сервере несколько виртуальных серверов, вам не нужно платить за электричество, и, в принципе, скорость взаимодействия по сети с клиентом, ну, то есть, веб-браузером, клиентом, если вы веб-сервер реализуете виртуальную машину, он намного-намного медленнее, чем взаимодействие вот этих инструкций веб-сервера друг с другом на уровне микропроцессора. То есть, в принципе, это вполне нормально, но если вы решили виртуальную машину использовать для организации вычислительного процесса, да, какого-то, то это немножко странновато получается. То есть, архитектура вашей вычислительной системы, она должна быть совмещена по свойствам с архитектурой микропроцессора. То есть, это многоядерностью. Другим аспектом является разработка компиляторов. То есть, я сам, правда, не видел, но я знаю, что у Intel есть специальная инструкция, которая позволяет выполнять так называемый prefetching. То есть, мы можем внутри программы вставлять инструкцию, которая будет говорить микропроцессору, загрузить следующий кусок оперативной памяти в кэш первого уровня. То есть, компилятор, например, очень умный анализирует вашу программу, понимает, что вы, например, массив обрабатываете там сверху вниз последовательно, да, и вот он через определенные промежутки вставляет туда в prefetching. Другой пример – это оптимизация третьего уровня, скажем, в GCC, да. То есть, например, вы обнуляете массив, да, оперативной памяти, то при оптимизации третьего уровня он может куски вашего массива помещать в регистры MMX или SSE и запускать вместо присвоения индивидуального в ячейку памяти присвоения нулей вот в эти регистры и их одновременно выдавать уже в оперативную память пачками. Вот, собственно, зачем нужно изучать архитектуру микропроцессора. Тут еще у меня одна картинка, я вот забыл ее показать, как устроено вот эти вот арифметикологические устройства. Вот, обычная, правда, кверх ногами рисует, то есть вот у нас два регистра, то есть мы выполняем операцию суммирования, например. На вход у нас идут там 32-битовые или 64-битовые регистры, ну, то есть число А и число Б, например. Здесь находится комбинационная схема, ну, это что-то вроде вот следующего, ну, вот что-то вроде такое, то есть это биты входные, да, какие-то, и потом мы их комбинируем выходные биты, то есть эти x1, x4, это получается, сейчас я закрою, какие-то биты отсюда и отсюда, а y это то, что вот здесь выдвигается. Так вот, мы, значит, суммируем, скажем, два числа, да, и результат у нас потом записывается промежуточный регистр по тактному сигналу, например, да, или еще как-то. Вот кроме того, что мы просуммировали по битовый эти значения этих регистров, мы еще должны прибавить сюда бит переноса. Вот и в результате опять же суммирования у нас опять может появиться бит переноса, и этот бит переноса потом помещается в регистр флагов. Вот тут арифметико-логическое устройство. Умножение, например, мы можем сделать в виде цикла последовательных суммирований и логических операций. И для каждой операции, в общем, вот такая конструкция есть. Вот. Собственно, на этом все. Я не знаю, может, что-то еще забыл рассказать. Надеюсь, было интересно. Вопросы задавайте. До свидания. До новых встреч.